Если день не задался, значит встретил его не в той компании. Каждое утро настраивайтесь на РТС и удачный день вам обеспечен. Здравствуйте, друзья. Доброе утро, Хакасия. Желаем мы, Иван Тинников и Ксения Верберт. В этом выпуске еще раз вместе отпразднуем Новый год, не удивляйтесь. Приготовим вкусное и полезное блюдо, разберем детально прогноз погоды на предстоящий день. И узнаем еще много всего интересного. Оставайтесь с нами. Итак, пришло время прощаться. Прощаться с этой рабочей неделей, ведь сегодня уже пятница. На календаре 12 февраля среди праздничных событий этого дня особняком идет День Безумного Желудка. Лично я расцениваю это как призыв есть все самое вкусное и любимое. Про пользу еще забывать не стоит. А то скоро весна, лето, к пляжному сезону себя надо как-то подготовить. Любителям ПП, правильного питания и свежих овощей сейчас ох как не сладко. Красноярск Стад провел очередной мониторинг цен и вот что вышло. Наибольший рост среди всех продуктов питания показали именно овощи. Капустка да огурчики за неделю подорожали в среднем на 5-8%. Если на прошлой неделе свежие огурцы стоили 213 рублей за килограмм, то сегодня, будь добр, выложи аж 230. Но есть и положительная для покупателей динамика. Статистики разглядели и снижение цен. Литр молока с жирностью свыше 2,5% слегка подешевел. Сейчас продавцы за него просят примерно 67 рублей. Изменились ценники и на сыры. Килограмм продуктов в среднем стоит 605 рублей, а было 615. Ну, не знаю, все равно как-то дорого. Вань, ну это же средние цены по Хакасии. Где-то они выше, где-то ниже. В этом и плюс конкуренции. Дать потребителю возможность выбора. Вот уж плюс. Бесконечно искать, где подешевле. Но за то, что называется в руку, один из праздников наступившего дня. День прокладывания тропинок. Раз уж снега на сегодня не обещают, будем топтать тот, что уже выпал. Топтать и топать до магазинов за продуктами, чтобы отметить Новый год. Что, прости? Новый год, Ваня. Ну, так сейчас же на календаре февраль. И что? Самое время встретить китайский Новый год. К этому надо как следует подготовиться. И начнем прямо сейчас. Узнаем 5 фактов о празднике из Поднебесной. У китайцев есть поговорка. Весной весь год планируется. Это отражает отношение традиций к периоду Нового года. Еще очень прохладно, но праздник отмечает окончание самых холодных дней. Люди приветствуют весну и то, что она приносит с собой посевы и урожаи, новые начинания, надежду на лучшую жизнь, на лучшую работу, на то, что в течение года все будет хорошо. Любопытно, но нет точной даты. Начало китайского Нового года. Ее часто неофициально называют лунным Новым годом, потому что дата определяется на основе лунных фаз. И так как китайский Новый год высчитывается при помощи лунного календаря, то его празднование выпадает каждый раз на самые разные даты в период с 21 января по 21 февраля. Праздник длится 15 дней. Вся рабочая жизнь в Поднебесной замирают, жители страны веселятся, отдыхают и отмечают праздник в кругу семьи. В Новый год китайцы молятся богам, ведь праздник весны изначально был. Церемониальным днем у богов просели хорошую погоду, обильный урожай и многое другое. Также люди молились своим предкам и обращались к ним как к богам. А самое главное, в период праздника китайцы отбиваются от мифических монстров, например, от рогатого чудища по имени нянь. Следуя обычаям, китайцы в канун Нового года не спят, запускают фейерверки и взрывают петарды в полночь, отпугивая монстров и невезения. Утром петарды взрывают снова, чтобы приветствовать Новый год и новую удачу. Однако из-за соображений безопасности и опасений за загрязнение воздуха многие города запретили фейерверки, а часть имеют ограничения на их использование. Но на эти запреты китайцы смотрят сквозь пальцы. В китайский Новый год нельзя принимать душ. Чтобы не смыть удачу, подметать пол и выбрасывать мусор тоже нельзя. Однако до весеннего фестиваля есть день, во время которого можно привести дом и себя в порядок. В этот день каждый может избавиться от невезения и освободить место для удачи. Также в период китайского Нового года нельзя стричь волосы, пользоваться ножницами, ножами и другими острыми предметами, спорить, ругаться, произносить негативные слова, а также ломать и портить вещи. Пушистая Валентинка. Американка взяла из приюта кота, усеянного сердечками. Началось все с того, что прошлый котик Кэти Дуда ушел из жизни, из-за чего дети женщины очень расстроились. Тогда она отправилась в приют и забрала оттуда двух пушистых малышей, Рэмми и Ривера. Последний оказался скромняшкой и вечно прятался. А потом осмелел и стал выходить из укрытий. Тогда-то женщина и разглядела в нем уникальность. Пятна в форме сердца у него на груди, на боках, шеи, под лапками, на носу и даже на подушечках. Всего хозяйка насчитала семь таких пятнышек и еще два, которые выглядят так, только с определенного ракурса. Кэти с детьми считают, что это добрый знак, который им подал их лаки с того света. Хозяйка говорит, что два новых пушистика принесли в их семью мир и лечат сердца. Такие трогательные истории происходят в мире. А сейчас перейдем к новостям в нашей республике. Бензин в Хакэсси продолжает дорожать. По данным Красноярск-Стата, за первую неделю февраля самая ходовая марка выросла в цене на 7 копеек. Литр 95-го сразу на 11. Но больше всех выдал новый ценник на 98-й. Эта марка бензина подорожала на 23 копейки. Такие цены на топливо демонстрируют заправки Абакана. Незаконная охота на Моралов и Касуль. В ходе рейда полицейские сотрудники Минприроды задержали браконьеров с девятью мешками мяса. Все произошло в Шеринском районе. Сразу три убитых животных, два Морала и Касуля, обернулись уголовным делом и штрафом в полмиллиона рублей. Как сообщают специалисты, у браконьеров изъяты мешки с мясом, мотовездеход и огнестрельное оружие. Депутаты Госдумы добились принятия законопроекта о запрете высаживать детей без билетников из общественного транспорта. Норма могут действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения и закреплена в уставе работы автотранспорта на федеральном уровне. Поводом послужили несколько инцидентов в ряде регионов в прошлом году, когда дети оказались одни, нередко в темноте и на морозе, из-за того, что не имели возможности оплатить проезд. В Хакасии продолжается чемпионат молодых профессионалов WorldSkills. В нем участвуют больше 200 студентов училищ, технику, мафы, колледжи республики. 28 компетенций на 10 площадках. Наши корреспонденты побывали в училище Олимпийского резерва. В спортзале училища те, кто любит педагогику, физкультуру, детей. Это будущие учителя, тренеры. На выполнение задания у ребят есть почти 3,5 часа. За это время они должны разработать групповую тренировку. Ну, к примеру, это разминка плюс грудь плюс ноги. Разминка плюс спина и ноги. Они должны будут разработать комплекс упражнений с разборной штангой. Чемпионат помогает осознать, насколько именно ты готов к профессии. А ведь многие уже знают, чего хотят от жизни. Когда я приду работать в школу, мне будет интересно заменять некоторых учителей, например, учителей физкультуры. Когда, допустим, в каких-то школах малокомплектных не хватает учителей, я бы с удовольствием провела бы урок физкультуры, помимо преподавания начальных классов. В принципе, навыки, опыт я это все здесь могу получить. Я научусь чему-то новому благодаря тому, что мы разрабатываем какие-то комплексы упражнений, мы так же делаем. Также мы на раме занимаемся, мы физиологию больше узнаем здесь. А на этой площадке разбираются в особенностях специальности туризм. Работа командная. Ребята формируют новый туристский продукт и занимаются его продвижением. Подбирают пакетные туры по заказу клиента и создают новые уникальные маршруты. Я думаю, у меня есть пару идей, но раскрывать я их сейчас не буду. Хотя бы в каких они районах? Орджоникицевский. Да, вот там вот у нас сразу несколько таких замечательных мест, которые стоит развивать. И они поднимут достаточно высоко Хакайсию, куда приедут. Смогут приезжать даже люди из других стран. Они работают с туроператорами действующими на территории Российской Федерации, со средствами размещения, транспортными компаниями. То есть это очень хорошая практическая составляющая. Имена победителей объявят в пятницу. Они представят Хакайсию на российском уровне. Также в рамках чемпионата проходят профориентационные пробы для школьников. В этом классе будущие пожарные и спасатели раскрывают перед учениками все секреты своей профессии. Норматив для студентов полностью облачиться в боевую одежду на пятерку нужно за 21 секунду, на тройку за 27. Ну а в реальной жизни чем быстрее, тем лучше. А это кухня училища. Здесь студенты помогают школьникам познать профессию повара. Задание – приготовить пять капкейков. За полчаса школьники должны замесить тесто, выпечь и успеть оформить их. Некоторые замешивают тесто или надевают пожарную бойцовку в первый раз, пока их движения нерешительные и скромные. Но кто знает, может через несколько лет именно эти ребята станут первоклассными шеф-поварами или будут спасать чьи-то жизни. На Магадан обрушился ураган. Повсюду летали кровли крыш домов, капоты, баннеры и даже дорожные знаки. Порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Из-за резкого потепления снег на дорогах и тротуарах подтаял и превратился в гололед. Удержаться на ногах было практически невозможно. Что бы их ни сдуло, люди хватались за дорожные знаки и столбы. У школьников до восьмого класса отменили занятия. Спасатели рекомендовали не выходить на улицу и тем более не выезжать за пределы населенных пунктов. Видимость на дорогах была практически нулевая. Ё-моё, улетело что-то. Вот это да. Из-за урагана в Магадане повреждено 46 крыш зданий. Это не только жилые дома, но и банки, школы, а также детские сады. Городские власти пообещали людям поддержку. Сейчас город постепенно восстанавливают. У нас в регионе такой буйной погоды не ожидается. Сегодня умеренный ветер, но в феврале решил показать свой характер и нагнал таким морозы. Так что одевайтесь потеплее. Средний градус по Хакасии днём минус 17-19. С наступлением темноты столбики термометров опустятся до минус 25-30 градусов. Осадков не ожидается. На небе малая облачность. Магнитное поле спокойное, ультрафиолет низкий. А какую погоду ожидать конкретно в вашем районе, узнаем прямо сейчас. В Черногорске, Усть-Абакане облачность переменная. Проглядывает солнце. Осадков нет. Температурный режим в дневное время минус 17-18. В темноте мороз до 30 градусов. Ветер тихий. Бесснежье и облачность присутствует и в Сорске. По полудню 17 ниже нуля. В сумрачные часы до минус 30. Ветер юго-восточный с незначительными потоками. В Сайногорске и в Бее утром ясная погода. После обеда малая облачность. А значит осадков нет. В полуденный отрезок 18-19 с минусом. После заката минус 24-25. На улицах штиль и очень тихий ветер. В Белом Яре дневной градус минус 17. Ночной минус 28. В райцентре почти без ветрия. Горизонт практически чист. Осадков нет. В Аскизе погода ясная, но морозная. В середине суток за окном минус 19. И минус 26 в ночной отрезок. Штиль и лишь тихий ветерок. В Таштыпе хоть и солнечно, но температура не порадует сючан. Светлое время минус 19, а вот в ночи 31 с минусом. Но хоть ветер не задувает, потоки очень слабые. В Абазе без осадков, на небе дефицит облаков. Практически отсутствует ветер. На термометре 17 мороза. В темноте прогнозируют 27 градусов прохлады. Вшера после обеда минус 19. С наступлением сумерек минус 27. Небосклон подзатянут, но не основательно. Снега нет. Ветер с востока легкий и хлопот не принесет. В Баграде условия одинаковые. Днем минус 18, ночью минус 25. Облачность. Снегопад не прогнозируют. Ветер незначительный, чуть порывистый. В Копьево метеоусловия схожие. Бесснежье, переменная облачность и неветрено. На градуснике в светлые часы минус 19, на экваторе ночи до 27 морозом. В Абакане облачность переменная. Снег не пробросит. В столице в дневной период минус 18. Ночная обстановка желает лучшего. Прогнозируют до минус 30. Ветер тихий, северо-восточный. Сохраняется очень высокое атмосферное давление, но при этом влажность остается комфортной. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но если вы хотите узнать, о чем поет душа человека, то тогда попросите его назвать любимую песню. Подожди, а если их много? Ну, пусть назовет любимую радиостанцию, и тогда все сразу станет ясно. А ведь и правда с этим не поспоришь. Ведь радио – это некий музыкальный сборник, подобранный по стилю и направлению. Поп-музыка, танцевальная и лирическая. Радиостанций в Хакасии немало, но здесь, как и с деньгами, их много не бывает. Чем больше, тем лучше. Всегда есть выборы, и это здорово. И, кстати, именно сегодня в республике начинает свое вещание новое радио – Хакасия-ФМ. И это мега-радио на 91,5-ФМ. Но я бы сказал, не новое, а обновленное. Или даже так – возрожденное. Почему именно так? Об этом и не только нам расскажет музыкальный редактор радиостанции Евгений Штольц. Евгений, доброе утро. Доброе утро вам, дорогие друзья, и доброе утро всем зрителям телеканала Хакасия. Евгений, ну расскажите, что это за радио? Хакасия-ФМ. Что это? Вас интересует до 12 февраля радиостанция или начиная с этого дня? Ну да, ведь Хакасия-ФМ в принципе существовала и до этого. Почему именно вот с 12 февраля новое радио? Вообще оно не новое, конечно. Это обновленный формат. Но что касается возрождения той радиостанции, дважды в одну реку не войти. И аудитория изменилась, и привычки потребления музыки поменялись. И сейчас в регионе, мне кажется, рынок перенасыщен. 20 радиостанций, и, по-моему, все вкусы удовлетворены. Но мы попытаемся что-то сделать для того, чтобы найти свою аудиторию. Тогда расскажите, пожалуйста, немного о том, что вы крутите, какая будет музыка, что будет в эфире. Вы знаете, мы зашли с слоганом «Максимально музыкальное мегарадио». Это фактически означает то, что мы будем работать с самыми разными музыкальными стилями от танцевальной, электронной, поп-рок-музыки, и чем черт не шутит, с хип-хопом. Будем пытаться какое-то время, естественно, изучать аудиторные вкусы, их пристрастия, и принимать какие-то тактические решения уже по ходу реакции слушателей. — Тематическое направление довольно-таки обширное. Но все равно, вы же, наверное, представляете, кто ваш слушатель? — Конечно. Ну, это взрослая аудитория. Взрослая аудитория, которая выросла здесь, и именно была, наверное, чьи музыкальные вкусы были воспитаны на заре появления первых коммерческих музыкальных радиостанций здесь, радиостанций «Сибирь» наших уважаемых коллег, и радиостанций «Енисейское радио». То есть это, по сути, две радиостанции, которые с появлением музыкального вещания в республике задали тон и сформировали какие-то музыкальные пристрастия. И это именно та аудитория, у которой мы в свое время сформировали вкусы, то есть спустя 15-20 лет им сейчас они состоявшиеся люди. Если они не ушли к федералам, то они обязательно к нам вернутся. Мы будем предпринимать для этого все возможные активности. Ну, радио – это в первую очередь интерактив со слушателями? Будут ли программы и взаимодействие с аудиторией прямое? Знаете, когда я сказал, что наша задача выйти на безубыточность и в перспективе на возможность зарабатывания денег, видимо, тогда на этот вопрос можно будет отвечать более предметно. Сейчас мы можем только об этом мечтать. Ресурса как такового на сотрудников мы сейчас им не обладаем, у нас его просто нет. То есть минимум слов, максимум музыкального радио. Расскажите, пожалуйста, а кто будет вести эфиры? Да, это все равно без голосовки не обойдется. На первое время сядем мы сами. Ну, в смысле, когда я говорю «мы», это… Рассказывайте. Сяду я, допустим, на утренний эфир. У меня, я жил это годами в таком режиме, для меня это совершенно понятный распорядок дня. Вот, ну а вечер будем отсматривать. И более того, я скажу сразу, что вполне возможно, обращаясь к нашим зрителям, если у кого-то есть желание попробовать себя в роли радиоведущего, мы посмотрим. Слушайте, это здорово. Мы научим, мы дадим путевку в жизнь, потому что радио – это очень увлекательная такая профессия, природ деятельности, да, им заниматься одно удовольствие. Ну, охват какой у радиостанции? Это же город Абакан, близлежащие населенные пункты. Как могут жители Хакасии в Копьево, я не знаю, в Абазе послушать радиостанцию? Знаете, мы работаем, ну, по крайней мере, такие планы есть – сделать универсальное приложение для обеих операционных систем, мобильных телефонов, либо слушать радиостанцию онлайн на сайте компании. Квртс. Совершенно верно. Большое спасибо, Евгений, за то, что этим утром пришли к нам в студию, рассказали о новой радиостанции. Желаем вам огромную аудиторию. Пусть вас слушают с большим удовольствием. Большое спасибо. Пусть так будет. Нам мы напоминаем, у нас в гостях был музыкальный редактор радио Хакасия-ФМ на 91,5 Евгений Штольц. Настраивайте ваши приемники на новую волну и наслаждайтесь любимыми мегапеснями. Ну, мы движемся дальше и сейчас узнаем, что же ожидает нас с этим днем. На очереди гороскоп. Овны. Разрешите окружающим побаловать вас. Ваш лед уже неуместен. Пришло время растаять, и вы не пожалеете. Тельцы. Сегодня не следует проявлять инициативу и помогать тем, кто вас об этом не просил. Иначе ваша услуга может оказаться медвежьей. Близнецы. Если что-то сегодня не заладится, не стоит впадать в панику. Никого не критикуйте, потому что ваши слова в перекрученном виде могут дойти не к тому, кому следует. Раки. Не позволяйте сегодня чужим людям управлять вами. Не выходите на вечернюю прогулку. Возможно, неприятное для вас знакомство. Львы. Сегодня придется вспомнить о здоровье. Ваше настроение будет меняться со скоростью мысли, а потраченные деньги на отдых не принесут удовольствия. Девы. Сегодня вы найдете вдохновение в детях, либо своих, либо играющих во дворе. Только стоит понаблюдать за ними, чтобы в очередной раз понять очевидное. Весы. Вы будете рады любой погоде и тем лучшим, потому что судьба преподнесет вам сюрприз, когда окажетесь на улице. И не стоит целый день думать о деньгах. Попробуйте порадоваться тому, что имеете. Скорпионы. Как бы жизнь не захотела вас покрутить, вы все равно волшебным образом будете оказываться сверху. Не вздумайте лениться в этот день. Наверстать упущенное время будет очень сложно. Стрельцы. Сегодня вы окажетесь в роли синоптика, потому что будете строить погоду всем окружающим. В целом весь день вы проведете в ожидании вечера, но не все надежды на него будут оправданы. Козероги. Сделанные сегодня добрые дела подарят вам внутреннюю гармонию. Не оставайтесь в стороне от происходящих событий, будьте активны и перестаньте требовать от людей больше, чем они могут. Водолеи. Если запланируете на сегодня откровенный разговор по душам, знайте, он окажется скорее тяжелым, чем беззаботным. Рыбы. Сегодня вы найдете вдохновение в помощи другим. Будьте осторожны в общении с любимым человеком, вы можете не оценить его искренних порывов, чем сильно обидите его. Ну все, прекращаем наблюдать за звездами, отходим от телескопов, тем более, что открыто окно в подводный мир. Любители зимней рыбалки показали всем, что же происходит в реке подо льдом. Мужчины прикрепили к телефону леску и опустили его в лунку, включив при этом камеру на устройстве. Ну, признаюсь честно, до последнего момента я ждал, что телефон таки упадет, и достать его оттуда они уже не смогут. А я успела заметить их огромный улов. Эх, мне их только жен жалко, столько чистить рыбы придется. Я бы тоже, кстати, от свежей рыбки не отказалась. Да, красненькая. Ну вот, я представила, даже кушать захотелось. Так что предлагаю посмотреть рецепт от Ирины Топкасовой. Давай узнаем, что же сегодня она нам приготовила. Всем привет! С вами Ирина Топкасова. И, как всегда, быстрые, вкусные, а сегодня и низкокалорийные рецепты. Мы приготовим кабачки в кляре. Это очень вкусное блюдо. Его любят и дети, и взрослые. И готовить это очень быстро. Поехали! Для этого блюда мне понадобится цукини, чесночок, сметанка, одно яйцо и мука. Ну и, естественно, растительное масло, на чем мы будем жарить. Подготовим вначале кляр. Возьмем две ложечки сметаны. Так, одно яйцо. Посолим, конечно. Выдавим пару зубчиков чесночка прямо сюда. Можно вместо сметаны использовать майонез, если сметаны у кого нету. Так, размешиваем. Так, добавляем пару столовых ложечек муки. Чтоб у нас тесто получилось, как на оладьи. На-на-на-на-на. И когда готовим, нужно обязательно печь. Хорошенечко вымешиваем все это дело. Теперь берем цукини. Если у вас простой кабачок, то его, конечно, нужно почистить. Если цукини, то мы прям режем с кожицы. Она у него тоненькая, примерно полсантиметрика. Наливаем растительное масло. Прям не жалеем. Жарить будем на раскаленном масле. Опускаем в кляр. Прям хорошо обволакиваем. Масло наше разогрелось. И теперь мы складываем наши кабачочки. Очень быстренько, чтобы схватилась корочка. Если вы хотите, чтобы наши кабачки были хрустящие, значит, мы их обжариваем вот по 2 минутки. Но сам кабачок внутри будет чуть-чуть такой похрустывать на вкус. Я вот лично так больше люблю. Но если вы хотите, чтобы кабачок был мягкий прямо внутри, то можно накрыть крышечкой. Так, ну вот, которые пожарились, мы уже выкладываем на тарелочку. Вот такие вот румяные, красивые, хрустящие кабачки в кляре у нас получились. Я рекомендую подавать со сметаной. Очень нежные, очень вкусные. Хорошего вам настроения. И готовьте вместе с нами. Коты-ниндзя! В сети появилось видео с хвостатыми пушистиками, которым любые преграды по плечу. Эти ловкие, быстрые котики не только талантливые спортсмены, но и опытные взломщики. На видео наложили подходящую музыку. Давайте посмотрим, что же получилось. Мне кажется, они бы прекрасно выполнили любые трюки вместо Тома Круза и его дублера в том фильме, из которого музыка, собственно, и играла. Верно подмечено. А еще больше забавных пушистиков покажем вам прямо сейчас в нашей любимой рубрике «По приколу». Мили, can I get an hour-hour? Мили, can I get an hour-hour? Я желаю, как и все. О, матюшки мои! А что ты? Зачем ты это все? Вот теперь ешь, все, на, вот теперь кушай, все, на, вот еще кабачок, мама сделала салат нам. Иди сюда, на, на орешки, на, белка, на, иди, иди, не бойся, иди, иди сюда. Белка, 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 под снегом, иди. Сейчас я покажу, как усмирять злых британок. Ай, Лиза! Ай, как больно! А я не знал, что любовь может быть жесток...